Что такое 384? Это 384 варианта выполнения любой техники. Обычный удар ски или шоменучи. 384 варианта на одну технику. Это называется объемная конструкция боевых скустов. Сразу хочу сказать, вам ни в Японии, ни здесь больше никто этого не даст. В Японии людей, которые это раньше давали, уже в живых нет. Последний ушел в 2004 году их жизни. В возрасте 101 год. Звали его Сейки Чиуихара. Перед ним был еще один человек, который ушел из жизни в 1996 году. Больше сегодня людей, которые эту теорию знают и дают, не говоря уже про то, что дают иностранцам. Нет. Значит, система множеств дает количественный вариант 384 на одну технику. Любое движение. Это Иайдзюцу. Это называется объемной теорией Иайдзюцу. Значит, мы можем делать мая 384 разных. Это будет 384 разных мая. Мы можем делать 384 разных ушеров. У нас в школе базовых 96 каток. Для сравнения, для сравнения, в Мугайрю 18. И еще после шестого дана дают еще. Всего максимум 24. После шестого дана в Мугайрю всего 24 ката. В Ситей Ката их всего 12. У нас 96. Умножьте 96 на 384. 100 тысяч зрителей по одному рублю. Как у Райкина. Это сумасшедшие деньги. А теперь, что такое Иайдо? Что такое Иайдо? Значит, Иайдо в 1936 году. Мастер Хакуда и мастер Ямаучи, в честь которого названа наша линия Ямаучи-Кавакаки. Почему Ямаучи? Ямаучи представлял княжескую семью в правящих князей префектуры или провинции Тоса. Которые с школы Мусо-Декидэнэ-Синрю у себя внутри хранили 220 лет, не выпускаясь за пределы. И только в период перед революцией Мэдзи она стала развиваться за пределами княжества Тоса. Мастер Хакуда был очень известный человек. Как и Дзигора Кано, он был одним из инструкторов, но, правда, более низшего ранга, чем Дзигора Кано. Он был инструктором по боевой специальной подготовке в региональном управлении полиции. Потому что в Японии все идет через полицию. Поэтому, естественно, будучи представителем княжеской семьи, он имел три высших образования. Он был очень молодой, очень образованный человек. И Хакуда, будучи человеком опытным и хорошим политиком, он понимал, что при всем своем авторитете, а у Хакуда было при жизни личных врагов больше 20 человек, очень известных мастеров. Они очень все друг с другом конкурировали. Кто главный, кто важнее, и чей меч лучше заточен, и кто лучше делает. Он в соавторстве с Ямаути, они в 1933 году, в 1934 и в 1933 издали несколько статей, а в 1936 году они издали первую книгу. После этого, для того, чтобы и Айдо признали как разновидность Корю, до этого и Айдо в Японии считалось модерном. То есть это было что-то такое неприличное и по нашему сегодняшнему жаргону креативное. Понятно? Вот они написали такую книгу, что учитывая революцию Мэйзи, учитывая те преобразования, которые предложил Зегор Акану, те преобразования, которые идут в стране, старое Курю изучать очень сложно. Тогдашнее японское население не освоит. Среднее количество техник в нашей школе, или там Ура-Ягирю, или Яги-Сенкагирю, 650-850 техник. Представьте, сколько лет надо было на их освоение. Надо было создать учебно-воспитательный комплекс, чуть обуже, который нес в себя характер, но был не столь сложен. Плюс, в начале 20 века Кен-До стало совершенно другим. Раньше Кен-До, понятие Кен-До и Кен-Джюцу, это были синонимы. И работали либо за тупленным мечом, то есть и Айдо, но только старым, и Силуминого, либо нормальным Букута, вот как у нас, то есть Бакеном. Асинай использовался только у Тори, для того, чтобы не травмировать Ухи. На Кейко, или на Кихоне, на отработке базы пищи. А все фехтование шло вот такими деревянными мечами, Бакенами. Представьте, какой уровень самоконтроля должен был быть, чтобы люди друг друга не убивали. Доспехи были запрещены. Дайни Пон-Будо-Букай ввел первый доспех. Вот до сих пор в Дайни Пон-Будо-Букай многие на показателях одевает коку. Доспехи. В императорском обществе в Токио это было позором. В любой старой школе даже перчатки на руках были позором. Во-первых, перчатки не давали правильно взять скан, во-вторых, это был позор, говорили, ты что, варишь, полно что ли? Поезжай на хоккай-то, там зимой холодно, там насеваешь. А меч берется голой рукой. Намочил водичный, нет водичных, поплевал, взял, чтобы хорошо держалась. И вперед с песней. И бить надо так, чтобы партнера не травмирует. Или убей, или не травмирует. А вот введение мягкого синая и доспехов стало уводить кендо от старого кенджюцу совершенно далеко. Значит, потом наступила Вторая мировая война. И до 52-го года оккупационно-американские власти вообще слышать ничего не хотели о том, чтобы в Японии все это восстановить. То есть реформа так и не была доведена до конца. Ямауте в 46-м году умер, он рад умер. И в 54-м году впервые была создана комиссия в нашей школе-победу объясню, почему. Она продолжала заниматься всю войну и после войны ее не закрыли. Хотя занимались они вот с Шеркеном. Но ее не закрыли, объясню, почему. Тоже из политических соображений. Вот. А большинство школ получило разрешение на занятие только в 1956-м году при условии использования только ИАИТУ и в рамках развития так называемых СИТ и КОТА, которые были созданы и официально зарегистрированы в 1956-м году. И вот как строится система ИАИТУ? Смотрите, подчеркиваю. Первое. Вот эта система остается. То есть четыре направления Вы ИАИТУ сохранили плоскостные. Вот здесь осталось в основном, в основном, подчеркиваю, есть вещи. Одно направление. Вот эти были как вспомогательные. Левая рука была запрещена. Уходы были запрещены. Осталось только одно направление. УШИРа практически никогда не используется. И что у нас получилось? Четыре умножить на один умножить на один и умножить на два. Ну, если там мы возьмем УШИРа. И у нас получается восемь. разделите 384 на 8. Кто у нас быстро считает? Значит, ИАЙДО составляет одну сорок восьмую часть от ИАИТУЦУ. Понятно? Это одна сорок восьмая часть. На самом деле это тоже неправда. это намного меньше. Почему? 384 варианта. Это если мы берем классический клинок. Длина клинка не имеет значения. Это может быть Дачи, Катана, Вакидзаси, Данто. Но в ИАИТУЦУ вы должны все эти техники выполнять с длинным оружием. Во Нагинато Джо правильно? И без оружия. И в паре. значит 384 надо умножить минимум на 3. Значит 1152 варианта выполнения техники. Это если мы считаем длинное оружие как одну единицу, а если мы разделим на Бо на Геннато Джо, или отдельно возьмем Бо и на Геннато, то эта сумма будет умножаться на 3, 4, 5, 8. А в ИАИДУ этого нет. Значит это примерно 1,6-1,00 от ИАИДУ. Вот это я иду. Еще один момент. Я немножко повторюсь для тех кто был в ргувке на лекции это было. Но часть из-за ребят заканчивает. По какой схеме у нас идет отработка? Ката, вадза, джитсу, до. То есть мы изучаем в начале ката. Это комплекс подводящих упражнений. Вадза это уже техническое действие. Потом идет джитсу, искусство. ИДО. Да? Философская кондиция. Если мы разделим например по разделам то вот это будет у нас ШОДЕН это ЧУДЕН это ОКУДЕН Ката это как подводящий КИХОН. В ИАЙДО что убрано? Джитсу убрано. Почему? Джитсу безграничны. То есть чех занимается 50-60-70 лет и к 90-му году доходит до состояния просветления. А в ИАЙДО человек изучает там 12-20 4 ката сдавая экзамен от 3 до 5 ката на выбор до 6 данных должен звание ШИХАНа получить максимум через 10 лет. в системе МЛМ на это обычно уходит лет 35 то есть из него доят деньги. Понятно? Но это оспортивленная система когда джитсу убирается и остается до. то есть вы шлифуете камень чтобы сделать его зеркалом чтобы стать Буддой. Как в старом Куане. А в джитсу и айджитсу такого понятия вообще нет. Вы не стремитесь к Будде вы стремитесь себя усовершенствовать а не быть подобии деревянного солдата Луфина Джусса в какой-то статуе стоящей в неком храме. В пределе этого храма все равно висит зеркало если он синтез. А если это дзенский храм то в пределе ничего не стоит там пустота. Если вы зададите подобный вопрос наставник он развернется в лучшем случае звезда нет тапком по голове а в худшем случае чем-то тяжелее. Хорошо если поседающий. Так понятно? Поэтому и айдо система и айдо это обуженная учебно-тренировочная система для поверхностного изучения старого искусства в более сокращенных условиях для более адаптированного контингента. Как старые мастера говорят и айдо изучают люди которые живут этим и айдо изучают люди которые либо попали к такому наставнику либо им не дано потому что уровень погружения совершенно разным да есть школа в которых выойдет есть минимум 10 максимум 10 базовых ахенковадзе сколько безграничных но идеологически эта система и айдо создавалась для ограничения рамок изучаемого предметом вот это так называемый объемный концепция это понятно теперь понимаете вот к нам приходили на совместную тренировку ребята они занимаются кендо и айдо седе и ката то есть кендо 4 удара и айдо 12 ката все этим может заниматься всю жизнь и быть великолепным мастером даже не подлежит сомнению но структурно вы должны понимать входя в эту систему у вас один коридор входя в другую систему у вас другой почему говорят и айдзюцу так как джиу-джитсу это искусство которому вы можете посвятить всю жизнь и в конце жизни имея 120 там я не знаю 8 или 356 разношенная данская так как ничего я не умею как последняя фраза приписанного фунакоши незадолго до смерти вот только теперь я начинаю понимать как битсуки начинаю понимать это он сказал незадолго до смерти понимаете так так